Добрый вечер. В прямом эфире итоги дня. О главных событиях в ближайшие полчаса. В студии работает Дмитрий Двойнев. Сурдоперевод обеспечивает Виктория Антонишина. И в начале выпуска коротко о главном. Секреты неба, аварийная посадка и пилотирование в горной местности со сложным рельефом. Молодые вертолетчики сдают экзамены. Мы из банка. В Павлодарской области фиксируют резкий рост интернет-мошенников. О новых хитроумных схемах в нашем выпуске. В канун Дня Тишины. Телемарафон о предстоящем референдуме в эфире Хабара. Как это было? Казахстанские банки, участвующие в программе льготного автокредитования, приостановили прием заявок. Первый транш госфинансирования уже завершился. Об этом сообщили сегодня в Фонде развития промышленности. На данный момент одобрено чуть более 9,5 тысяч заявок. Сумма первого транша составила 71 миллиард тенге. Напомню, всего на кредитование было выделено 100 миллиардов. Впрочем, у желающих еще будет возможность приобрести автомобиль на льготных кредитных условиях. Программа носит револьверный характер. То есть из возвращенных по займам средств будет проводиться дальнейшее кредитование. Однако точная дата возобновления программы пока неизвестна. В 1927 автомобили уже приобретено. Соответственно, вот эти физические лица уже будут погашать свой кредит в течение одного месяца. То есть через месяц. Соответственно, уже в следующем месяце можно будет приобрести автомобиль. Если по грубому расчету, где-то 10 автомобилей могут уже приобрести в следующем месяце. По револьверному механизму. И от автомобилей к вертолетам новые экипажи на Ми-8 готовят в авиаподразделении Усть-Каменогорска. Выпускникам Академии гражданской авиации на востоке страны устраивают настоящую проверку на профпригодность. Будущие вторые пилоты осваивают технику пилотирования в горной местности. Со сложным рельефом и непростыми метеоусловиями. Курсантов готовят и к аварийной посадке винтокрылой машины. Вячеслав Витлугин беседовал с теми, для кого первым делом вертолеты. Подобные виражи в горной местности совершают только профессионалы. У пилотов авиаподразделения Усть-Каменогорска в год набегает по 500 часов налета. Воздушные челноки с неба тушат пожары, идут на подмогу подразделениям санавиации. В горах западного Алтая почти в экстремальных условиях поднимают и эвакуируют ступени ракет. Впрочем, и асы стареют. Шестеро из 15 пилотов отряда готовятся к пенсии, а смена еще не готова. На летную практику в регион прибыли пока только шестеро студентов Академии гражданской авиации из Шенкента и Алматинской области. По плану у нас предстоит отработать весеннее, взлет, посадку, набор высоты, снижение, горизонтальный полет, виражи с разворотами 15, 20, 30 градусов. Проверкой на прочность усвоенных курсантами навыков станут и полеты с внушительными для Ми-8 кренами. И что немаловажно, 10-часовой курс подготовки пилотов на Ми-8 проходит именно здесь, в Восточном Казахстане, в горной местности и с особыми метеоусловиями, что требует от пилота максимального внимания, профессионализма и отработки должных навыков. Андрей Бутников налетал больше 10 тысяч часов, освоил пилотирование всех типов вертолетов. И будущую смену инструктор готовит как стратегический актив для местного авиаотряда и Казавиаспаса. Летных кадров в стране серьезно не хватает, говорит специалист. Перспективных летчиков переманивают иностранные компании. Зарубежные авиаперевозчики обещают высокую зарплату и в случае смены гражданства ранний выход на пенсию. В Казахстане же пенсионный возраст пилотов достигает критических для профессии 63 лет. Ну именно по вертолетчикам в стране острый дефицит, сейчас и нехватка молодых специалистов. Но это связано, конечно, с трудными 90-ми годами, когда потерялась преимущественность поколений. А молодежи очень мало. В 2020 году мы 6 человек отучили на Ми-8, и в 22-м следующие 6 человек. В подготовку этих шестерых выпускников Академии гражданской авиации вложены сотни миллионов тенге. Только на 110 часов летной практики каждого курсанта затрачено больше 60 миллионов тенге. Мы до этого летали 40 часов в Сыктывкаре, в Республику Коми. Там на тренажеры летали. И хотели, на что мы научились проверить наши навыки на этой технике Ми-8 МТВ. Тут мы научились, как нормально висеть, как нормально взлетать. Настоящая серьезная практика тут. И эти слова курсантов уже первая победа казахстанских инструкторов. Главная задача по передаче штурвалов, можно сказать, выполнена. Воодушевленные мастерством опытных пилотов, эти ребята уже выбирают службу в подразделениях Каза Авиаспаса. Многим также предложили остаться и в Усть-Каменогорске. С тем, чтобы на практике в небе послужить во благо отечественной авиации. Вячеслав Ветлугин и Дмитрий Пыхтин. Итоги дня. Восточно-казахстанская область. В нашей стране стали меньше совершать преступлений. Глава государства заслушал отчет министра внутренних дел о состоянии криминогенной обстановки. Марат Ахмеджанов доложил о существенном снижении количества разбоев, скатократства, мошенничеств, в том числе в интернете. Министр проинформировал о мерах, принимаемых для противодействия организованной преступности и наркобизнесу. Наряду с этим президент был ознакомлен с результатами работы по профилактике преступности в отношении несовершеннолетних. Итак, глава МВД Ахмеджанов отчитался президенту об уменьшении количества интернет-мошенничеств. Но вместе с тем в Павлодарской области резко возросло количество таких преступлений. Всплеск пришелся на время пандемии. И до сих пор показатели только растут с начала года почти на треть. Удивляют все новые хитроумные схемы мошенников. Они вводят в заблуждение жителей, представляясь сотрудниками полиции, прокуратуры, банковскими служащими. А еще нередко уверяя, что они социальные работники. Чтобы повлиять на ситуацию, в регионе разработали единый механизм противодействия интернет-мошенникам. Александр Пилуи едва не попался на уловку мошенников. Они пытались оформить на него псевдокредит на 2 миллиона тенге. Бдительный Павлодарец сразу обратился в полицию, где по факту возбудили уголовное дело. Они же, банковские работники, могли бы сами отменить вот эту заявку мою. На что они сказали, что это якобы система рассматривает, и менеджеры не могут вмешиваться. Я им предложил, давайте я схожу в отделение банка. На что они тоже начали меня отговаривать, что это пройдет там время и так далее. И третье, что конкретный вопрос я им задал, то, что раз они работники банка, у них должны быть мои данные. И они не смогли назвать, где я проживаю. Они посчитали, что я в Мурсултане там нахожусь. Такие случаи в последнее время участились. Киберпреступники гораздо на выдумке и все больше действуют от имени банков. Прокурору предложили систематизировать работу, объединившись в межведомственную комиссию. Удалось даже разработать единый механизм противодействия интернет-мошенничеству. Мы рекомендуем всем сразу такие разговоры прерывать. После этого звонить в банки, где будет введена вся дополнительная линия для лиц, которые стали жертвами мошенничества. Сейчас в сфере интернет-мошенничества, сами видите, насколько напряжена обстановка, потому что факты мошенничества увеличиваются, случаи, которые происходят, изощряются, меняются. Имеются случаи редкие в отношении карт-счетов, то есть храш с карт-счетов, но это единичный случай. Обширное поле преступной деятельности, онлайн-кредитования и объявления в социальных сетях. В этом году борцы с киберпреступностью задержали три группы интернет-мошенников. Они совершили 150 эпизодов. Специалисты говорят, половину зарегистрированных правонарушений удалось раскрыть. Важную роль сыграл мониторинг интернет-ресурсов, где заблокировали около полусотни ложных объявлений. Но бороться с киберпреступностью становится все сложнее. У нас в свободном доступе имеются сим-карты сотовых компаний, при регистрации которой вы можете любой ИИН ввести и соответственно подозреваемое лицо любого гражданского человека, который никакого отношения к данному виду преступления не имеет, зарегистрировать данный номер. В этой связи мы уже с компаниями сотовой связи прорабатываем этот вопрос. За пять месяцев в регионе зарегистрировались свыше 600 фактов интернет-мошенничества. Всего год назад их было вдвое меньше. Ербулабишев, Марат Игликов из Паладара. Итоги дня. Региональная безопасность, развитие торговли и культурно-гуманитарных связей. Об этом и не только сегодня в аккорде Касым Жамар Тукаев говорил с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Джан Мином. Он прибыл в Казахстан впервые с официальным визитом. Обсуждая приоритетное направление сотрудничества, президент отметил, что на фоне сложной геополитической обстановки организация должна играть особую роль в оздоровлении международной ситуации. Джан Мин выразил признательность Касым Жамар Тукаеву за доверие и поддержку и проинформировал его о подготовке к очередному заседанию Совета глав государств членов ШОС, которое планируют провести в сентябре в Самарканде. Особенность Шанхайской организации сотрудничества состоит в том, что ее повестка дня является универсальной. Она затрагивает многие вопросы международного сотрудничества, прежде всего политическое взаимодействие государств, участников, экономическое сотрудничество, контакты в военной сфере, в гуманитарной сфере. И показательность, что Шанхайская организация сотрудничества не является конференциальной по своей сути. Эта организация настроена также на то, чтобы внести свой большой вклад в оздоровление международной ситуации. Поэтому Каустан был, есть и будет активным участником Шанхайской организации сотрудничества. Я хотел бы отметить, что высоко оцениваю успехи Казахстана в социально-экономическом развитии и проводимые под вашим руководством масштабные реформы. Ваша страна вносит значительный вклад и активно участвует в развитии потенциала организации. Президент выступил с обращением к народу Казахстана. В эфире республиканских телеканалов Касым Жамар Тукаев призвал граждан не оставаться в стороне в момент, когда определяется будущее страны. До референдума остается два дня. Казахстанцы смогут проголосовать по предложенным поправкам Конституции. Напомню, масштабную программу политической модернизации Тукаев представил в марте. Главной ее целью дальнейшая демократизация страны и усиление эффективности работы правительства и парламента. В приоритете права и свободы человека, а также честная и открытая политическая конкуренция. Отмечу, поправки коснутся свыше 30 статей. Вместе мы сделаем реальностью новый Казахстан, в котором социальная справедливость будет главной ценностью и несущей конструкции нового общественного договора. Ваш голос на избирательном участке станет важным и, возможно, решающим в определении новых, честных и понятных правил общественной жизни. Придя на избирательный участок, вы продемонстрируете высокий уровень консолидации и сплоченности нашего народа в условиях беспрецедентной геостратегической неопределенности и необходимости решения сложных задач, стоящих перед нашей страной. Мы должны быть сильны своим единством и солидарностью. Подлинная демократия предполагает активное и созидательное участие в общем деле каждого гражданина. Призываю вас, уважаемые сограждане, сделать свой исторический выбор, который определит вектор развития Казахстана. Каждый из вас является неотъемлемой частью единого народа Казахстана и способен повлиять на будущее всей нации, а значит, на свою судьбу. Именно от вас зависит судьба Родины. Сегодня в полночь заканчивается агитация. Завтра, 4 июня, у нас будет День тишины. В этот день и в день референдума запрещаются любые действия, связанные с агитацией. В случае нарушений законом предусмотрена правовая ответственность. Просим учесть это. Восемь часов в прямом эфире. В канун дня тишины перед республиканским референдумом агентство Хабар провело телемарафон. В течение дня зрители наблюдали за дискуссиями экспертов, блогеров, журналистов на казахском и русском языках. В эфире телевизионные звезды Ляйля Султан Казай, Гульмукей, Дархан Абдуахид и Денис Кривошеев. За кадром телемарафона работала и моя коллега Сабина Рахимба. И она с подробностями. Разговоры о референдуме с общественными, культурными и политическими деятелями будут вести здесь, у монумента Байтирек. В открытой студии, которая была специально сконструирована для телемарафона. Сегодня на аллее возле Байтирека, по которой обычно неторопливо прогуливаются жители столицы, шумно. С самого раннего утра шла активная подготовка к эфиру. Видеоинженеры, режиссеры, операторы и другие члены съемочной команды проверяли звук и картинку, чтобы марафон, над которым работали не один день, прошел гладко и без заминки. Внимание! Минута! Чуть демократно. По ту сторону экрана к восьмичасовой бесперебойной работе готовятся ведущие. В это время подходят первые гости. Открыл телемарафон председатель Мажелиса Ерлан Кошанов. Спикер Нижней Палаты подробно рассказал о сути предлагаемых конституционных поправок, а также отметил значимость инициатив президента Тукаева по проведению масштабных политических реформ. В целом, результатом я довольна. В принципе, все идет так, как мы планировали. А планы какие сейчас? Планы сейчас проводить нужных гостей, вернуться за пульт и продолжать эфир. В принципе, видите, это очень большая подготовительная работа. Если она сделана хорошо, то дальше уже как по нотам все идет. Действительно, старт марафона прошел как по нотам. Разговоры в стеклянной студии велись простые и понятные каждому зрителю. Мы могли провести подобное интервью в студии Хабара в Казмедиа-центре, но решили, что этот марафон нужно сделать особенным. Организовали все в необычном формате, чтобы люди почувствовали эту атмосферу прозрачности и честности. Кроме дискуссии в уникальной студии были также включения из разных точек страны и даже из-за ее пределов. Сегодня в некоторых городах Казахстана в преддверии референдума проходили различные акции. Скажите, пожалуйста, почему вы решили участвовать в такой акции? Я так решил выразить свою гражданскую позицию в поддержку референдума, ведь участие в нем – это действительно будущее нашей страны. Среди гостей марафона были и молодые блогеры, иными словами, поколение селфмейд, которое сейчас активно пользуется социальными лифтами. Их мнение о всенародном голосовании также было интересно послушать. Я считаю, что всех нас, казахстанцев, ожидают масштабные изменения. Но я также считаю, не нужно сидеть и ждать, когда же в стране что-то изменится. Мы должны начать с себя, ведь мы сами живем в этой стране и строим новый Казахстан. К слову, уже в это воскресенье в стране пройдет главное событие – республиканский референдум. Казахстанцам предстоит проголосовать за или против поправок в основной закон. Этот уникальный проект нацелен на то, чтобы помочь народу окончательно разобраться в значимости предстоящего голосования и сделать свой осознанный выбор. Сабин Рахимбайдар, Хан Кунтуов. Итоги дня. Депутаты Мажелиса встретились с трудовым коллективом одного из градообразующих предприятий Кокшетау. Парламентарии обсудили с работниками планируемые поправки Конституции, рассказали о ключевых задачах референдума и его значении в осуществлении политических реформ. Как отметили депутаты, население региона проявляет высокую гражданскую активность, понимает суть референдума, желает принять в нем участие. Разъяснительная работа, оказывается, проводится в области и районах и сегодня с одушевлением принимают этот референдум. Все обещают принять участие. Были во всех многих районах, я сам лично в семьях районах, в дальних хозяйствах побывали, с людьми встречались, наболевшие вопросы высказали, но будем их доводить до правительства и будем после референдума эти вопросы будем решать. В эти выходные, помимо референдума, казахстанцев ждет еще одно важное для страны событие. 4 июня в Казахстане отмечается День госсимволов, а в этом году им исполняется 30 лет. Флаг, герб и гимн, атрибуты суверенитета каждого государства олицетворяют судьбу значимости традиций любой нации, а отношение к госсимволике показывает уровень патриотизма. Это видео стало вирусным и вмиг разлетелось по всему Казнету во время обрушения кровли на Шимкентском стадионе. Группа мужчин спасали флаг из-под завалов. Рискуя здоровьем, они достали главный символ Казахстана. Среди смельчаков был учитель Абилкаир Даулетов. Все люди разом кинулись поднимать обрушившуюся кровлю. Мы боялись, что под ней могли быть люди. Они могли погибнуть. Нашли в себе силы, подняли ее, и я вошел под нее. Увидел наш флаг, неразумовая вытащил его. Флаг – символ нашей независимости, а она нам досталась нелегко. А это другой пример. Точнее, пример того, как делать нельзя. На одном из концертов с участием популярной группы исполнитель, обернув вокруг своей руки флаг Казахстана, нецензурно выразился. На произошедшее последовала мгновенная реакция. По мнению сенатора Нортуре Жусепа, пора внести поправки в закон о культуре. В частности, за оскорбление госсимволов, нецензурную брань и непристойное поведение во время концертов. Отстранять от сцены таких исполнителей. Согласно статье 372 Уголовного кодекса Республики Казахстан, надругательство над государственными символами наказывается штрафом в размере до 2000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет. Кто обычно проводит такие концерты? Те, у кого в кармане большие деньги. Им ничего не стоит заплатить штраф в таком размере. Сенатор считает, что в требования по проведению культурно-массовых мероприятий нужно ввести обязательное соблюдение и уважение традиций и обычаев народа. А вот, к примеру, автор герба Казахстана Жандарбек Малибеков придерживается мнения, что сейчас, в эпоху масштабных государственных изменений, нужно использовать современные методы пропаганды госсимволов среди молодежи. Я считаю, что наш герб, флаг и гимн должны присутствовать на каждом официальном и неофициальном мероприятии. Только тогда наши символы государственности будут широко распространены среди подрастающего поколения. Флаг, герб и гимн олицетворяют судьбу, значимость и традиции любой нации. Поэтому отношение к госсимволам определяет уровень патриотизма гражданина. Как бы пафосно это ни звучало. Олег Ужигалиева, Сабина Рахимбай, Нурсултан Мохамеджан, Самат Нагашпекула. Итоги дня. В Петропавловске уже начали праздновать День государственных символов. По улицам областного центра, стартовав с аэропорта, проехал автокараван с казахстанскими флагами. Всего около 30 машин. Таким образом, североказахстанцы решили проявить свое уважение к госсимволике. В шествии принимали участие представители автоклубов и молодежных организаций. А главная цель акции – укрепить патриотические чувства горожан. В эти минуты национальная сборная Казахстана по футболу проводит домашний матч на Астана-арене с командой Азербайджана в рамках международного турнира Лиги нации УЕФА. В связи с особенностью футбольного сезона, наша сборная в июне в общей сложности проведет аж 4 матча. Два на домашней арене и два на выезде. О других новостях спорта в нашем специальном информационном блоке. В ближайшие выходные казахстанские профессиональные боксеры Дени Паулов, Бек Нурмаганбет, Адайхан Жасупов и Абельхана Манкул проведут свои поединки в США. Большое боксерское шоу пройдет 5 июня на арене Армори в Миннеаполисе. Казахстанцы выступят в андеркарте чемпиона WBC и WBO во втором легчайшем весе Стивена Фултона и Даниэля Романа. В 23-летнем проспекте Евгений Паулов встретится с Алексисом Салида из Мексики. Еще один миссиканский соперник ждет бывшего капитана сборной Казахстана по боксу Абельхана Жасупова. В первом среднем весе на ринге его будет ждать Эдгар Ремирос. Уже опытный профи боксер Бек Нурмаганбет во втором среднем весе будет боксировать с 28-летним американцем Хейнелом Биллером. А недавно, перешедший из любительского бокса Бильхан Аманкул, проведет свой дебютный бой против американца Девонте Макдональда. Поединки Жасупова и Аманкула пройдут в 4 раунда, а бои Павлова и Нурмаганбета рассчитаны на 6. На этом у нас все. Эфир канала продолжит программа «По сути». Всего доброго.